МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Новации у комбайна-будования. Кировництво Гомсельмаша рассказало про новые распроцовки. Час развитацца со шкодной звычкой. Сегодня сусветный день никурения. Альма Матер. Гомельский державный университет имя Франциска Скарына собрал своих знакомитых выпускников. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Территориальная выборчая комиссия должна быть створена не позднее за 24 листопада. Это станет первым кроком наступной кампании по выборам депутатов местовых советов. В Центр выборками затвердили календарный план выборов. По кольке у Беларуси 1309 местовых советов с уликами сельских. Повинна быть и аналогичная колькость территориальных комиссий. Не позднее за 29 листопада у Друку повинны заявиться списы выборчих округ. Их номеры, описания и намения. Участки для голосования будут створены до 16-го снежня. А участковые выборкамы сформируются до 3-го студеня. А пошлий день подачи документов на вылучшение кандидатов в 8-е студеня. На Гомсельмаше створают суперкомбайн. По своих мощностях машина будет пероузыходить импортные аналоги. Об этом поведомил наместник генерального директора предприемства Миколай Ковалевич. Сегодня по часу эфира на Радию Гомель+. У всех деталей гомельские конструкторы по коль не раскрывают. Однако, вядомо, что ничего от поведного по могутности ранее на предприемстве не робили. Первые испыты техники повинны пройти в наступном году. Дарой шести лета Гомсельмаш выпустил 5 новых моделей о сельско-господаршей технике. Все они поспехово прошли выпробований на палетках региона. Головная перевага – поменьшение страта узбожа при уборце. Сярод новых комбайнов есть уникальна для всего света на газовом палеве. Он сделан по заказу Газпрама. И в першиню был представлен широкой громадской стилка Стричнику на выставе в Санкт-Петербурге. Размова по час промоги эфиру на радио отичилася и новых рынка узбиту. У приватности Гомсельмаш зараз активно освоевает африканский накерунок. После визита президента в Египет в Судан мы туда поставили по одному комбайну, самых маленьких комбайнов наших 575-х. Это 5 кг в секунду производительность для опробований, так сказать. Но сейчас разрабатываем по желанию агрария в Африке еще меньше производительностью 3-4 кг в секунду. Потому что 5 кг для них получается как монстры, им надо еще меньше. Поэтому будем разрабатывать. И те комбайны, которые были, 575-й тоже аграрии Африки довольны. Работают успешно. Сегодня означается Сусветный день некурения. Подаденных областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, зараз в регионе означается тенденция снижения колькости курцов. Зараз в этой покажке оценивается 22%. Министерство охоты здоровья Беларуси активно выступает за усмотнение жорсткости законодавства. Сярод пропадал по ширине списка у громадских мест, где курение заборонено. Плануется так само заборонить курение у присутности детей, автомобилях и помешканьях. Все готовы вы отмываться от цигареты. Такое питание адресует глядачам творчая группа проекта «Добрый вечер, Гомель». У студии промога эфиру гости и эксперты программы будут разважать про то, как шкодная звышка вплывает на якость жития. Какие меры на державном узровне принимаются, как, залежные от никотина люди, а сенсованно отмывались от шкодной звышки. Те можно вылечить курца словом и кольки часу потребно, чтобы организм полностью отновился. Глядите программу «Сеоня у 20.40» на телеканале «Беларусь-4». Презентация книг, майстер-классы ведущих журналистов и бардовские песни у аутарским выконаниям. Сегодня у Гомельским державным университете имя Франциска Скарыны собрались профессионалы слова, которые закончили эту установу в разные часы. Мероприемственно ведал Олег Синцеров. С такой думкой могут погодиться, напевно, и выпускники Гомельского державного университета, а еще ранее Педагогического института, у створенном при установе Литературно-Мастерском музее «Альма-Матер» целая библиотека с книг, написанных в разные часы ее былими студентами, начиная от Ивана Шамякина, которого сегодня называют летописцем эпохи. Тут же в данной уладальнице Гран-при Республиканского конкурса молодых письменников Марии Малиновской и лаврата российской литературной премии Нины Скляровой это и она засновала первую в Украине школу молодых литераторов. Я никуда не лечила себя поэтессой, она вот у меня и верши такие есть. Але потом с годами я заразумела, что это от нас не залежит. Это неколь от куль, идея с неба, это не залежит от нас, верши сами приходят. Сегодня разом с математичной и физичной у Беларуси добра вядомая и Гомельская литературная школа. Причем поэтами и письменниками у Гомельском державном университете становятся не только филологи. Выпускник факультета физичной культуры Леонид Гейштар вядомый, як пеший олимпийский чемпион Беларуси, заслуженный мастер спорту Советского Союза и гоноровый грамадянин Гомеля, але не все ведают, что на его рахунку 5 выдаденных книг об спорте. Хоть это, кажа, еще не межа, самое цикавое напереде. Решил написать книгу, и кто основал греблю, чтобы знали историю, и написал, мало оплатили ее историю. А потом еще книга, там олимпийские игры, там я ж был в Америке, в Риме. На встрече профессионалов слова, які в разные часы скончили Гомельский дяж университет, письменники, поэты, журналисты, и они демонстрируют свои новые книги и делятся планами. За час своего основания установа подрактовала для разных сфер больше 60 тысяч специалистов. Кольки сиротых оказалось людей творчих, никто докладно не подличивал, але потребовать таленты в университете обицают и далей. У речи мастерства в краине потребны не меньше, чем талиновитые наставники, физики и спортсмены. Они вылучаются своим таким обостренным устремлением к свету и так усяго. И не за все для хорошего письменника потребна добрая адукация, хотя, может, выказываю и крамолу, что это нечто иншее такое. Талент, они де от Бога, и научить верши складать, николи, неможливо. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телера до компании Гомель. У Гомеля протягивается форум классичной музыки «Простер недозорок». Он супроводжается проведением адукационных майстер-классов, интересных творческих встреч с белорусскими музыкантами, а также серые оригинальные концертные программы. На передании областным драматичным театра отбылся «Вечер виртуозов». Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Концертную программу «Вечер виртуозов» склали лепшие узоры классичной музыки. Музыканты выступали у супроводжения Гомельского симфоничного оркестра. Специальным гостем программы стал вядомый итальянский волторнист Альберто Капьела. У нашей краине он выступает в першине, музыкант признается, коль его запросили принять удел у форуме классичной музыки, погодился одразу, бо ведая, что у славянских краинах до ее ставятся вельми отказно. Альберто Капьела приехал у Гомель жаданим отримать новые эмоции и уражение, и в свою очередь зародить публику душевным теплом неувядальной классики генеального Вольфанга Амадея Моцарта. На одной сцене с итальянским маэстро выступили и выдатные белорусские музыканты. В выполнении талиновитого виолончелиста Михаила Радунского прогушали вариации на тему рака Ко Петра Чайковского. В свою очередь один из лучших гитаристов нашей краины Ярослав Макарыч порадовал глядашоу колоритными творами испанского композитора Хоакина Родрига. Музыку Хоакина Родрига, если ты играешь, неважно что, но что касается аранхуэса этого концерта, это действительно, это глыба для меня, это самое значительное произведение в моей жизни. И когда я его играю, неважно, пятый раз, десятый раз, оно каждый раз проживается как-то по-новой, иначе, и дает всегда толчок в развитии. А кроме яскравого выступления, запрошенные выканавцы провели адукационный мастер-класс для юных гомельских талентов. У меня был мастер-класс с филончелистами, я получил колоссальное удовольствие, замечательные ребята. Я очень люблю мастер-класс, когда идет отклик непосредственно, то есть, когда человек откликается на любое мое какое-то предложение творческое. Я со своей стороны приложил максимальные усилия, чтобы ребята остались довольны, и чтобы любовь к музыке у них становилась только сильнее и сильнее. А пошняя программа третьего форума классичной музыки отбудется у наступную сираду у 18.30 в областном драматичном театре. Концерт оперет у студии обещает быть по-особливому цикавым. Свою творчость глядачам подороть талиновитые белорусские выканавцы, лауреаты республиканских и международных конкурсов. Программа будет наполнена вядомыми арами и музычными сценами за перед и бродвейских мюзикл, а так само яркими хорографичными номерами. Усё концертное действие будет ладиться под живый аккомпанемент музыканта у Гомельского симфоничного оркестра. Вероника Ворошилина, Павел Антон, Утель, радио «Кампания Гомель». Эта инша новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее в эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Далее в эфире «Спортивный огляд».